всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина и мы с вами продолжаем подробно разбирать задание семьи г сегодня мы с вами разберем сразу же три ошибки первое это нарушение связи между подлежащим исказуемым вторая нарушение построение предложения сди причастным оборотом и третье это нарушение вида временной соотнесенности глагольных форм но давайте начнем по порядку с подлежащего исказуемого приготовьтесь к большому объему теории и примеров поэтому готовьте ваши тетрадки в которых мы уже записали чек-листы и начали писать теорию по заданию 7 и давайте разбирать в чем же может быть ошибка здесь два варианта может не совпадать род или может не совпадать число но частных случаев больше чем 2 поэтому давайте их по порядку разберем но в первую очередь чаще всего встречаются предложения в которых есть местоимение кто то есть сложно подчиненное предложение с предаточным в котором союзное слово как раз выражено вот этим местоимением кто исказуемое при этом местоимении всегда должно быть в единственном числе мужского рода вот такое предложение будет ошибочным те кто позвонят поздно не услышат ответа у нас получилось что сказуемое позвонят согласовалась с местоимением те то есть подлежащим из главной части данного сложного предложения оно должно согласовываться с подлежащим из своей грамматической основы то есть правильным должно быть такое предложение те кто позвонит поздно не услышат ответа я думаю все кто прорешивал уже задание 7 видели подобные предложения иногда встречаются такие варианты в которых два подобных примера но вам нужно выбрать один в котором сказуемое не согласовано с подлежащим следующее правило и соответственно не соблюдение его ведет к ошибке сказуемое должно быть согласовано с подлежащим а не с каким-либо второстепенным членом предложения разберем такой пример спор это способ решения проблемы при котором каждый из сторон претендует на установление истины вы можете сейчас остановить видео и постараться самостоятельно найти ошибку потому что предложение довольно таки интересно ошибка скрылась снова в придаточной части сложно подчиненного предложения сказуемое стоит во множественном числе несмотря на то что подлежащие в единственном подлежащие у нас каждая то есть сказуемое должно быть претендует следующее правило не часто встречается но на всякий случай вам его напомню если подлежащие выражено сложно сокращенным словом то сказуемое должно быть согласовано с главным словом из словосочетания то есть если мы расшифруем вот это сложно сокращенное слово то сказуемое должны будем согласовывать с главным словом из расшифрованного словосочетания причем вспоминайте типы сокращений может быть буквенное сокращение слоговое здесь нам это неважно, любое сокращение. Например, возьмем такое ошибочное предложение. ГЭС был большим. ГЭС это гидроэлектростанция, главное слово в словосочетании станция, поэтому предложение должно было быть таким. ГЭС была большой. Тут у нас поменялось еще и определение. Дальше, следующее правило, которое вам встретится не только в седьмом задании, но и потом в жизни. Если подлежащим является слово, называющее профессию, то сказуемое должно быть мужского рода, если нет указания на женский род, то есть если нет имени человека, владеющего этой профессией или фамилией. Врач Попова стал заведующим отделением. Фамилия Попова нам указывает на то, что врач это женщина, соответственно сказуемое должно быть стала. И еще такой интересный случай, который встречается еще более редко, чем остальные, но все-таки имейте его в виду. Если подлежащее выражено числительным, которое оканчивается на 1, то сказуемое должно быть в единственном числе. Соответственно ошибка может быть такой. 51 строительный объект были сданы в прошлом году. Как раз таки подлежащее выражено числительным и оканчивается на слово 1, соответственно сказуемое должно быть был сдан. Ну вот с подлежащим и сказуемым разобрались, переходим к диепричастному обороту. Если у вас будут оставаться какие-то вопросы по этим ошибкам или по ошибкам из других видео, то обязательно задавайте их в комментариях. Ну, во-первых, чтобы найти диепричастный оборот, нужно знать, что такое диепричастие. У меня есть видео о частях речи, если вы забыли, что такое диепричастие, то перейдите и посмотрите сначала это видео. И возвращайтесь сюда. Напомню, что диепричастие всегда зависит от глагола. Соответственно, если мы будем говорить о членах предложения, то обстоятельство всегда зависит от сказуемого. И диепричастие обозначает добавочное действие. И расскажу вам один лайфхак, как определить, есть ошибка в предложении с диепричастным оборотом или нет. Если ошибки нет, то вы всегда можете переделать предложение из предложения с диепричастием обособленным или с диепричастным оборотом в предложение с однородными сказуемыми. Например, делая уроки, я думала о фильме. Переделаем предложение с однородными членами предложения. Я делала уроки и думала о фильме. Все получается. Но возьмем ошибочное предложение, которое как раз таки и будет встречаться в качестве примера вот в седьмом задании ЕГЭ. Рассматривая картину, вспоминается лето. Грамматическая основа у нас лето вспоминается. И если мы попытаемся переделать это предложение в предложение с однородными членами, то получится, что лето вспоминается и рассматривает картину. Но рассматривает картину не лето, а я, например, рассматриваю картину и вспоминаю лето. То есть в этом предложении ошибка. Если бы мы хотели сохранить дипричастный оборот и при этом убрать из предложения ошибку, то оно могло бы быть таким. Я вспоминаю лето, рассматривая картину. Ну вот, используя этот прием, вы стопроцентно будете решать, есть ошибка в предложении с дипричастным оборотом или нет. Главное уметь отличить дипричастный оборот от причастного. И третья ошибка на сегодня это нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Собственно, в названии ошибки все сказано. И может быть два варианта ошибочных предложений. Это в которых нарушена видовая соотнесенность глаголов, либо временная соотнесенность глаголов. Ну и теория, которую стоит знать по этой теме, заключается в том, что в одном предложении глаголы должны быть одного времени и одного вида. Исключения составляют предложения с прямой речью. Где в словах автора, например, может быть прошедшее время, а в прямой речи настоящее. Это допустимо. Если это какой-либо другой случай, то глаголы должны быть одного времени и одного вида. Ну, возьмем первое ошибочное предложение. Биатлонист стрелял по мишеням и бежит к финишу. Я думаю, вы догадались, что здесь ошибка временной соотнесенности глаголов. Должно быть так. Биатлонист стрелял по мишеням и бежал к финишу. Кстати, вот эта ошибка часто еще встречается в сочинениях. Так что, когда пишете сочинение, обращайте внимание на то, чтобы в одном предложении глаголы были одного вида и времени. Ну и предложение, в котором не совпадают виды глаголов, например, такое. Они разбредались кто куда, а некоторые совсем близко подошли к клетке. Глагол разбредались у нас не совершенного вида, а подошли совершенного вида. Соответственно, нужно оба глагола сделать, например, совершенного вида, тогда будет разбрелись и подошли. Либо оба несовершенного вида, тогда будет разбредались и подходили. Здесь не так важно. Главное, чтобы они были в одном и том же виде. Ну вот, нам осталось разобрать еще три вида ошибок, которые встречаются в задании 7 ЕГЭ. И затем с вами будем прорешивать это задание. Я вам расскажу, как быстро и точно его прорешивать, какие есть приемы и техники. И вы уже можете начинать писать свои запросы по тому, какое задание разбирать следующим после 7. Если это видео было вам полезным, то обязательно ставьте лайк. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если вдруг еще нет, то обязательно подписывайтесь. Рекомендуйте посмотреть это видео своим друзьям, поделившись им в соцсетях. И совсем скоро увидимся. Будьте с Ирешу, ведь я все решу. Всем удачи, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!